Так, сразу предупреждаю, что у меня отёк верхних тканей. Короче, к стоматологу надо идти и видеть, что-то не так делаю. А я рпосту поменяла, не так. Юрий Лебяжников. Ну, я за то, чтобы страна знала своих героев в лицо. И нашла я этого товарища. Но опять что-то меня понесло про РСП слушать, про то, как олени жалуются на РСП. И человек пишет такую фразу. Вот вы знаете, я выпала в осадок просто. Даёшь движение против РСП. То есть ему дана голова, блядь, которой можно думать, которой можно. По идее, вот мужчины, да, вот они призываются в армию, они имеют военную стратегическую какую-то жилку, какое-то соображение. И вот человек не способен даже вот обороняться, как сказать, своим каким-то эмоциональным, словесным, да на крайняк физическим фоном от бабы. С ребенком. То есть ему нужна организация и движение, которое его защитит от бабы с прицепом. Это вот вообще, вы вот вдумайтесь в эту фразу. Даёшь движение против РСП. Это охуенно просто, вообще слов нет, одни слюни. Думаю, кобзец. Точно ли мужики должны, блин, марами служить? Раз бабы все такие хитро выделанные и всех оленями превратили. Я уверена, что оленей не так много и вот таких вот конченых баб не так много. Всего лишь по полстраны. Полстраны это мужики и оленя, и вторая половина страны это вот бабы, которые жалуются, что нет нормальных мужиков, выходить замуж не за кого. Поэтому пока тусуемся с этим хероплетом. И вот как раз из категории этого же хероплёта тот самый олень грёбный. Вот до меня только сейчас дошло, что так неудачно выходят замуж бабы с прицепом, которые вот связываются с такими оленяками. Как говорит мой папа, херня и с хорошими людьми случается, но среди этой толпы оленей, хороших людей, вот они случайно, действительно их очень мало. Всё остальное закономерно. Он стоит и мычит. Он ради пирожка готов был сделать всё, что угодно. Я рассчитывал два-три раза нырнуть. Блядь, есть закон мироздания. Если ты хочешь кого-то использовать, будь готов, что используют тебя. И с учётом того, что у баб, походу, даже у конченных баб более стратегическое мышление, чем у мужиков, ты её поимел три раза, а она тебя поимела пять лет. И причём ещё такие... Она с меня титула деньги. Она делала себе маникюр за три тысячи рублей. Думаю, для нормального мужика жабить три тысячи... Да, три тысячи за маникюр – это ненормально, особенно если где-нибудь в селе, в деревне или в небольшом городке. Но не об этом речь, а о том, что по мужику прям видно, что у неё там... Мне мама в 35 лет на карманные расходы пять тысяч даёт, а она три тысячи на маникюр. То есть мужику в тягость, когда баба сидит дома с детьми и не работает. Пипец его кроет. Это не мужик, блин. Это натуральный классический олень, которого надо доить. У него соображение оленя. Он изначально создан оленем, для которого тридцатка – это пипец колоссальные деньги. Для которого... Ой, он чё он делает? Он чё делает? Ой, мой коша, дрягую валяться. Ай, ай, ай. Вот тоже. Вот Эраспеха сидит, Эраспеха сидит. Всегда жрал первым. Всегда ел первый. Всегда он ел первый. Но вот и тот джентльмен ей уступает. Сначала она покушала, потом он покушал. Вон он кайфует. Кайфует по жизни пацанчик. Кстати, когда он её нагибает, начинает она сопротивляться. Мы её держим. Для него. Такой мужик достоин. Он отжал три территории у соседних котов. И свою территорию отстоял. Даже травма глаза была. Молодец, пацан. Ай, 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 ай. Герой жабодырой. Красавчик, красавчик, пацан. Девушка, девушка, ты должна быть влюблена до усраки человека. Кошачьей национальности. Он тебя красавчик, красавчик. Он скоро родит. Ну, так вот. Поэтому, вы знаете, мужики, я частенько сомневаться начинаю в том, что вы должны в армии служить. Вот. Потому что мужику, ну, тоже так же, как и тупой бабе, дана башка. У нас есть выбор. Мы имеем полное право не делать то, что нам не нравится. У нас есть полное право. Да, иногда, конечно, это противоречит воспитанию. Но я сомневаюсь, что олени руководствуются воспитанием, когда они делают то, чего они не хотят. Они просто боятся. Потому что на поморде лупануть бабе, это вот они не боятся, не стесняются, воспитание им позволяет. А отказать в трёх рублях на маникюр, который тебя не устраивает? Или честно сказать, ну, я конченый, ну, для меня 30 тысяч – это большие деньги, а твой ребёнок съел на две конфетки больше. Это им воспитание не позволяет. Да что вы несёте? То есть на три раза поиметь бабу при её ребёнке вам воспитание позволяет. Притворяться папой, когда тебе выгодно, воспитание позволяет. А то, что тебя жабы душат, воспитание не позволяет сказать. Да что уж вы несёте? Нет. У оленей изначально нет особого воспитания. Просто они лоббируют так, как им выгодно. Ну, не выгодно говорить, что твой ребёнок мне не нравится. Ну, блядь, от писечки отлучат. Невыгодно говорить, что для меня 30-ка – это слишком большие деньги, и я тебе их не дам. От писки отлучат, другой-то пока нет. А вот когда тебя переполняют эмоции, ударить чужого ребёнка, ударить мамочку. Говно вопрос. Так что вот вы знаете, мужчины, которые меня смотрят, которые всё время говорят, что я блядь, шлюха такая-сякая. Вот вы знаете, я сразу вижу, что вам аргументировать нечего против моих слов. Это, как говорится, крик души. Вот последний аргумент. Пошла нахуй. Да ты, блядь. Да ты, сука. Ну, потому что, ну, нечего больше сказать. Нет чёткого аргумента, который меня убедит в обратном. Но голова дана не для того, чтобы в неё есть. Не только для этого. Это вот вообще очень второстепенно. Голова нужна, чтобы думать. Господь нам дал выбор. Дал нам мысли. Дал нам стратегическое мышление. Его надо развивать, если у вас его нет. Если ты понимаешь, что тебе не нравится какая-то движуха, ну, думаешь, нет, ладно, мне показалось. Это не показалось. Если тебе кажется, что тебя баба разводит на бабки, которые тебе не нравятся отдавать, ты так и говоришь, извини, я рассчитывала тебя поиметь пару раз. В расчёте на то, что ты с меня ничего не потребуешь. Вот она вас уважает. Она за вами ещё по пятам будет бегать. Она вас уважать начнёт. Честный, прямой, блядь, с ним кашу сваришь. А давай договариваться. Хорошо, я откажусь от ногтей. Ну, и ты бухать прекращаешь. Хорошо, я выхожу на работу. Ну, и ты работу не бросаешь. Ну, и ты ищешь работу получше. Потому что мужчины всё-таки двигатель прогресса. Я знаю очень мало женщин, которые что-то интересное, прям такое вот крутое изобрели. Ну, кроме тампонов, блядь. Вам, мужчинам, многое дано. Просто вы хотите, чтобы за вас кто-то это сделал, а потом ещё обвиняете бабу за то, что они не из вас оленей делают. Ну, вы же сами олени, по сути-то. Такие дела.